приветствую вас дамы и господа и начнем разбираться что нас ждет в патче 1.24 изменений очень много патч очень интересный я так понимаю будет в начале скажу о том что появилась какая-то новость мир танков и ария про эту коллаборацию новости были известны уже давным-давно но вот только сейчас впервые что-то анонсировали до этого вообще никаких анонсов в мире танков про арию не было посмотрим что со временем добавят что будет новенькое надеюсь что-то интересное но мы возвращаемся к патчу 1.24 давайте по порядку новая ветка японских тяжелых танков начинается на пятом уровне ну и понятное дело заканчивается на десятом получается у нас новых пять танков в основном у них у всех крепкие башни а также орудие вниз опускается на 14 градусов у десятки кстати на 15 у танков есть гидропневмоподвески а также система охлаждения орудия двойной прицел так называемое сведение двойное после того как орудие остыло она стреляет точнее принципе вот основные фишки новой ветки думаю ветка будет интересная и на тесте покатаем посмотрим что там за танки потом когда это на основу выйдет я прокачаю на стриме посмотрим на них я вам их покажу а также сделаю видосы про них новый контент в игре всегда радует можно про них поделать стримчики видосики это всегда интересно также еще добавят два новых танка советский танк су-122 в с механикой изменения наклона корпуса в осадном режиме почему-то не написали ядропневмоподвеска просто написали механика изменения наклона корпуса ну да ладно я в рандоме эти танки уже встречал в нлд они пробиваются не сложно а вот в лд танкует хорошо также у них дпм на жесткая пушка и неплохая маскировка также еще танк германии рич концепт 1 это я даже не понимаю что это какой-то танк с тремя членами экипажа командир наводчик мехвод пробитие на десятом уровне у нас 254 основным 320 специальным средний танк но какой-то средний танк как будто бы как лт максимальная скорость вперед 70 назад 25 удельная мощность 31 и альфа 750 то есть это очень быстрый средний танк практически как лтшка носится недостаточно хорошо он конечно поворачивает 30 градусов но очень быстро ездит также нереальная альфа 750 для среднего танка нереальная скорость но сведение 3 секунды а также точность 04 но орудие вниз опускается на 12 а вот вверх не поднимается вверх тоже 12 очень странный танк какой-то непонятный что это такое вообще прям очень страшно дальше очень много про ребаланс и здесь наперед забираю о том что ребаланса йохал которые обещали пока что не видно видимо на следующих итерациях теста 124 добавят еще и ребаланс йохал поскольку обещали их апнуть а возможно перенесли на потом даже нету нерфа японских пт хотя обещали их понерфить давайте теперь смотреть что сейчас наворотили сначала американские танки т-25 пилот номер один насколько я помню вроде пилота можно было получить за марафон когда-то бесплатно так ему сделали пробить основным снарядом было 208 сделали 243 альфа такая же 240 еще и скорость полета снаряда была 920 стала 1100 они заменили снаряд и у него новое пробитие и новая скорость полета этого прям вообще жесть до альфа скромная 240 но все же теперь хотя бы можно на нем пробивать причем пробивать жестко также еще специальный снаряд заменили у которого пробитие было 268 у нового снаряда пробитие 280 и это кумулятив в общем и целом пробитие вообще жесть сейчас где-то очень сильно плачет в сторонке фв 4202 который так апнули что как будто бы и не апнули и это еще не весь ап также ему еще заменили двигатель у которого была мощность 530 на двигатель с мощностью 660 еще улучшили обзор на 10 метров получилось 400 а также у него была перезарядка 7 и 8 а будет 69 еще и когда улучшили почти на секунду вот это я понимаю об старого среднего танка забытого которого реально реанимировали вот это реально жесть надеюсь они примерно также хорошо апнут с то 2 какой-нибудь по танк р и так далее хотя недавно они вот апнули cdc хорошо а вот муц апнули плохо и фв 4202 тоже видим что баланс в апе тоже такой себе но пилот номер один настолько забыт что я в рандоме его не видел несколько лет если этот ап так и сохранится то я думаю что мы их начнем видеть в рандоме теперь смотрим ап ветки паттона м48 паттон апнули стабилизацию на 20 процентов также максимальную скорость на 5 километров улучшили получилось 50 и мощность двигателя было 810 будет 850 и еще и 200 хп добавили вот такой вот ап немножко пригладили танчик не будет он сильно имбовать не думаю что он прям слишком часто начнет появляться в рандоме с таким апом но с улучшением стабилизации на 20 процентов более уверенно можно ставить досылатель турбина закалка и танчик заиграет получше также апнули еще и m46 паттон здесь опал намного больше здесь улучшили стабилизацию почти на 10 процентов также улучшили точность и на стоковой пушке и на топовой стоповой башни и топовым орудием точность будет 036 а было 039 в принципе неплохо также улучшили перезарядку стоковой пушки а также топовой пушки добавили пробитие пробитие основным снарядом было 218 это очень смешно было на девятом уровне пробитие от восьмерки сделали 240 вот теперь это действительно нормальное пробитие у многих новых девяток пробитие именно такое столько лет паттон 9 уровнем мучился с этим пробитием это жесть и еще специальный снаряд тоже апнули было 265 стало 285 это очень хорошо перезарядка у паттона и так очень хорошая перезарядку на топовые пушки не трогали также добавили еще 100 хп на топовой башни а на стоковой 200 также улучшили еще m26 першинг ему улучшили стабилизацию на 20 25 процентов а также улучшили перезарядку и на стоковой башни и на топовой перезарядка на топовой башни 6,2 примерно на полсекунды улучшили перезарядку не сильно великий ап но все же прем танк 9 уровня тоже апают Это наверное очень интересная новость для всех владельцев этого чудного ведра, недолюбливают этот танк многие и говорят о том, что я в принципе тоже согласен, что ренегат на 8 уровне получше чем Т-54 хэви танк на 9 уровне, и с этим апом этот танчик приближается к ренегату, что в принципе хорошо. Улучшили стабилизацию на 20%, от движения, от поворота, от скорости, все улучшили на 20%, также улучшили сведение, было 2.8, будет 2.4 секунды, это очень хорошее сведение на танке с хорошей альфой. Также максимальная скорость была 34, будет 36, и мощность двигателя 810 была, будет 910. В принципе то, что надо танку. Танковать на нем тяжело, с этим огромным ведром на голове, поэтому комфорт стрельбы должен присутствовать. Он был отвратительный, теперь будет получше, и сведение и стабилизация это то, что нужно этому танку. Танчик еще из-за золота продается на постоянной основе, так что слишком сильного апа не стоило ждать, но он и так вроде как приличный. Теперь переходим к французским танкам, и здесь апают револьверис, легендарный револьвер, который раньше многим нравился, его уже когда-то апали, у него были плохие УВНы, орудие вниз вообще почти не опускалось. Но со временем ему сделали УВНы 10 градусов, танчик играется от альфы 390, но пробития 200 было недостаточно, играть на нем было некомфортно, поскольку орудие пробивало очень плохо. И вот ему улучшают обзор на 10 метров, получается 400. Также пробитие основным снарядом было 200, делают 236, что вполне себе хорошо. А также специальный снаряд был 250, а будет 270. В принципе танку добавили то, что ему нужно. Я бы не сказал, что танчик будет имбой, танчик станет просто играбельным, поскольку с прошлым пробитием на нем в рандоме делать было нечего. Мало того, что он бумажный, так он еще и очень плохо ездит, а еще и с таким пробитием, которое было, он еще и плохо наносил свою альфу. Дальше британские танки. Здесь очень много апов практически всех колесников. Новая ветка британских средних танков получает глобальный ап скорость поворота корпуса. Практически всем танкам, даже премтанку делают ап, увеличивая в 2 раза скорость поворота ходовой. Очень плохо танки поворачивали, и с каким-то таким тяжелым усилием они начинали это делать. И этот ап это очень хорошо. Танки станут намного подвижнее, мобильнее, может быть даже что-нибудь крутить начнут. Но это не точно. Я бы не сказал, что они прям сверхбыстрые, но этот ап в принципе я одобряю. Первый раз я вижу такое, чтобы по горячим следам прям сразу апнули механику новую какую-то у новой ветки. Прям сразу всей ветки. Это прям хорошо. Тяжеловато на них ездить, многие ставят УМП. А теперь тут УМП будет встроенный, причем настолько хороший, что скорость поворота в 2 раза всем увеличит. Вот десятки, допустим, была 40, будет 80. И многим точно так же добавили. Вот премтанку было 30, скорость поворота будет 60. Это прям жестко. Также еще улучшает Кайр Нарвон Экшен Икс. Это тяжелый танк британский 8 уровня. Улучшает стабилизацию на 25%, даже от поворота башни на 38%, а также улучшает стабилизацию после выстрела на 29%. Там скорострельность очень быстрая, ее еще быстрее делают. КД было 5,9, делают 5,6. Сведение было 2,3 секунды, делают 1,9. Также максимальная скорость назад была 12, делают 15. Танчик не станет имбой. Очень малюсенькая там альфа, но он хотя бы станет приятным. И это хорошо. Но будет он имбой или нет, это конечно мы на стриме проверим, когда это выйдет на основные сервера. Поскольку на тесте вряд ли мы на восьмерках сможем покатать, поскольку на них никто не играет на тесте. Дальше переходим к улучшениям китайских танков. Здесь есть очень скромные апы, которые я вообще не понимаю. Допустим Т-34-2. Мощность двигателя с 580 на 680. Это прям не ап, это просто чушь какая-то. Но я так понимаю, это просто двигатель, который идет на многие китайские танки. Его просто улучшили, поэтому Т-34-2 улучшился сам по себе. Не из-за того, что прям этот танк трогали, а просто этот двигатель трогали. Честно говоря, не знаю зачем разработчики этой ерундой занимаются. Апы отдельно там каждый двигатель, а не каждый танк отдельно. Такое ощущение, что там прям бегают, каждый двигатель сверяют. Чуть мощнее он или чуть слабее, ну да ладно. Игра же у нас супер историчная, ага. Ну в общем и целом, такой вот скромный ап на 100 мощность у Т-34-2 улучшилась. Также точно такой же ап ИС-2. Тот же самый двигатель, тоже мощность на 100. 110. Тяжелый танк восьмого уровня. Улучшили стабилизацию на 10%. От поворота башни на 20%. Также улучшили и перезарядку, и сведение. Перезарядка была 8,5 секунд, будет 8,2. Сведение было 2,3, будет 2,1. Также броню ВЛД улучшили до 140 мм. Там щучий нос у нас. Также улучшили пробитие. Было 215, будет 230. Максималка вперед на 2 км получилась 42. Назад на 1 км получилась 16. А также этот самый злосчастный двигатель, который видимо идет на половину китайских танков, с мощностью 580, получает мощность 680. Вот он откуда этот ап берется. Улучшили 110-ку, и этот двигатель потянул за собой еще пару танков. Также улучшили еще и 9-ку. Здесь также стабилизация на 10%. Также от поворота башни на 20%. Перезарядку на 1 секунду улучшили, была 14, будет 13. Сведение было 2,9, будет 2,6. ВЛД делают 150 мм, там тоже щучий нос. Пробитие стокового орудия тоже увеличивается, поскольку эта пушка у нас идет на восьмерке. Только что мы за него говорили. Опять тот же самый стоковый двигатель получает улучшение на 100 мощности. И топовый двигатель тоже на 100, был 600, становится 700. То есть по сути мы получаем улучшение перезарядки, сведения и стабилизации, и увеличение брони в ВЛД. Но вы когда от рельефа будете играть, все равно будете по лючкам получать. Но улучшение брони в ВЛД тоже хорошо, поскольку туда тоже снаряды иногда прилетают. Также улучшает ВЗ-120. Это СТ-шка 9 уровня. Те же самые два двигателя, которые мы только что смотрели на других танках, здесь тоже получают мощность плюс 100. И стоковый двигатель, и топовый, здесь те же самые, что и на тяжах. И та же самая стоковая пушка, у которой пробитие было 215, получает пробитие 230. То есть этот танк по сути не трогали, трогали модули этого танка. И косвенно этот танчик тоже получил апп. Хотя некоторые люди говорят, что ВЗ-120 так хорош. Также улучшает 113. Ну и соответственно 113 бейджин опера, которые акционные за боны, его тоже. Улучшается стабилизация на 17%, и сведение было 2.8, становится 2.4. Также улучшает мощность двигателя. Было 750, становится 820. Такой вот скромненький апп, повышение комфорта стрельбы, ну и чуть-чуть быстрее. Небольшой апп, но тоже хорошо. Также улучшает еще ВЗ-111 модель 5А, а также ВЗ-111 цилинь. Но это все одно и то же, одинаковые танки. Просто один в стиле, а другой прокачиваемый. Улучшает также стабилизацию на 11%, сведение было 2.5, будет 2.3. ВЛД до 160 мм. Скорость полета снаряда на 10% улучшают. Мощность двигателя была 750, становится 820. Это тот же самый двигатель, что и на 113. В принципе, вот такой вот апп китайских танков. Зашили им ВЛД, улучшили сведение, стабилизацию, а также стоковую пушку. Ну или на восьмерке это топовое. В принципе, все. Ну и мощность двигателя. Чего мы здесь не увидели. Мы не увидели нерфа японских ПТ, а также мы не увидели апп Йохов. Ну и некоторых старых танков тоже хотелось бы увидеть апп, но его пока здесь нет. И так много ребаланса, это хорошо. В принципе, ребалансом я доволен. Но единственное, что некоторые танки, которые уже аппнули, очень слабо. Допустим, МУЦ в прошлом патче плохо аппнули. Или ФВ-4202. Следующая новинка патча 1.24. Это ранговые бои на 6 уровне. В принципе, это вся новость. Написано, что теперь пройти всю прогрессию до последнего ранга будет проще. Мне кажется, там уже и так проще некуда. Зачем оно надо на шестерках, не понимаю вообще. Посмотрим, как оно будет там аэраться. Но мне кажется, это какая-то чушь. Еще не хватает линии фронта на 6 уровне. Так когда-нибудь и до 3 дойдем. В наградах написано, что там стабилизатор фиолетовый дают. А также экспериментальное оборудование и инструкции. Ну, стабилизатор фиолетовый получить всегда хочется. Но главное, будет ли интересно в это играть. Доработка учебных материалов. Это хорошее изменение. Многие долго его ждали и просили. Теперь можно применить учебные материалы на членов экипажа. Даже если они сидят не на том танке, на который обучены. И даже если они не на 100% обучены в своей основной специальности. То есть, можно пересаживать членов экипажа там, допустим, на прем танк. Или еще куда-нибудь. И на нем же и применять эти бумажечки. Это очень хорошо, поскольку иногда так бывает, что нет в ангаре того танка, на который обучены члены экипажа. Выкупать его, чтобы бумажечки потыкать. Это просто ужас какой-то. Также переработали карту Перевал. Карта очень дисбалансная после первого изменения. Поэтому хорошо, что ее начали трогать. Также еще на низких уровнях очень мало карт. Там доступно на первом уровне две карты, на втором три и так далее. В принципе, на четвертом уровне было доступно четыре карты всего лишь. Разработчики на низкие уровни добавляют там немного карт. В итоге на четвертом уровне у нас получается на три карты новых больше. А на первом уровне на одну. То есть, чуть-чуть больше карт добавили на низкие уровни. Ну и ладно, как будто бы на них кто-то играет. А говорили, не будут вообще заниматься низкими уровнями. А сами втихарят, что-то там крутят. Добавляют новый прицел для штурм САУ. Написано, что он будет удобнее. Заходишь в него точно так же, как и в снайперский прицел. На кнопку Shift. В принципе, все. Никак не показали, как он работает. Тут просто картинка старая, штурм САУ и все. Я надеюсь, они не забыли, что у них еще в игре аниметы есть. И туда тоже нужен новый прицел. Также добавляют новые элементы кастомизации. Пламя судьбы на службе Родины. А также январский гром. Я так понимаю, патч у нас что ли в конце января будет? 24 там или какого? Прикольные 2D стили. Я так понимаю, Пламя судьбы. Это будет для нового турнира, который у нас уже таких было очень много. В этот раз он в стиле индейцев. С перьями там прикольно. Выглядит хорошо. Мне нравится. Также добавили 3D стиль, который называется щита Мордоник на СУ-122В. Что это за щит на морду? Посмотрим. Но к чему-то готовят СУ-122В с каким-то 3D стилем. Неужели это будет номерной 3D стиль? И это будет конструкторское бюро. Такое ощущение, что очень сильно на это похоже. Также добавили еще какие-то нашивки, серебряный огонь и золотой огонь. Но огонь и огонь чего бухтеть. А также еще тестирование контейнера Путь воина. Еще не успели у нас новогодние контейнеры закончиться. Уже начинают тестировать какие-то новые. Также тут есть описание этих контейнеров. Во время тестирования не будет отображаться строка про гарантированную награду. И не будет отображаться наполнение контейнера. Будет просто набор. Я так понимаю, нас ждет какой-то новый набор контейнеров с какими-то танками. Если это такие же контейнеры, как примерно летние, то их суть будет в том, чтобы получить какой-то новый редкий танк. А не в том, чтобы золото нафармить. Но пока инфы никакой нет, поэтому можно только либо выдумывать, либо вспоминать. Посмотрим, какие они будут. Но что-то новое нас точно ждет. Всегда разработчики пытаются всунуть либо новую механику, либо что-то новенькое в коробочку положить. В принципе, нас ждет очень хороший интересный патч. Много хороших изменений в балансе танков. Также пытаются вернуть баланс на карту Перевал после последних изменений. Также нас ждут новые контейнеры, новый режим ранги на шестерках. Хорошее изменение с брошюрками для экипажа. В принципе, все отлично. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Радик красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня и пока.